всем привет меня зовут даша я кинолог зоопсихолог и сегодня мы обсудим такую интересную тему как стоит ли заводить щенка если в доме уже есть маленький ребенок тема на первый взгляд может показаться странной неактуальной но давайте посмотрим правде в глаза у меня есть знакомые с маленькими детьми которые хотят завести щенка их желание на первый взгляд понятны так как у многих людей есть собаки и в принципе это обычное желание нормальное для нас если мы не будем углубляться дальше во первых нужно подумать насчет реального мотива зачем тебе сейчас собака если у тебя есть маленький ребенок на тебя сейчас огромная ответственность за него ты тратишь на него все свое время свои деньги ресурсы и может показаться что собака будет какой-то отдушины для тебя но это не совсем так потому что маленький щенок в доме это довольно большой стресс чтобы принять грамотное решение нужно себе тезисно выписать все аргументы за все аргументы против я себе записала некоторые из них например аргументы против того чтобы заводить щенка если в доме есть маленький ребенок во первых нужно отрезвое оценить свои возможности необходимо грамотно распределить свое время ведь если у тебя в доме есть маленький ребенок как на которого ты тратишь почти все свое время нужно понять какое количество времени ты сможешь уделять воспитанию щенка как щенок он также не умеет вести он также не понимает как себя вести в твоей квартире для него переезд это стресс он будет грызть вещи он будет писаться в неположенных для этого местах поэтому это все нужно продумать заранее также маленькие щенки часто не спят по ночам если маленький ребенок ночью не спит и еще щенок будет постоянно тебя будить то тут вопрос встанет о том как ты будешь посыпаться то есть функцию заботы например о щенке в этом случае можно передать там второму супругу либо бабушке который приучит собаку спать ночью полноценно как вариант вы можете диригировать уход за щенком человека который живет рядом с вами это может быть ваш супруг ваша мама или там или бабушка которая будет ночью вставать к собаке учить ее успокаиваться приучать ее к порядку еще нужно учитывать факторы вашего здоровья и здоровья вашего ребенка потому как часто у детей возникает аллергия на собак или собака или щенок может быть с таким бурным темпераментом который будет прикусывать ребенка если они будут находиться на одной территории также важен вопрос гигиены потому что щенки первое время не умеют ходить в туалет какое-то одно определенное место даже если вы сразу устроите ему правильный выгул все равно он будет делать свои дела в доме ребенок может наступать в эти какашки пробовать их на вкус и ваш дом превратится в полную антисанитарию третий вопрос это вопрос финансов если вы думаете что вы можете легко завести собаку готовить ему кашку с бульоном и все будет прекрасно и я могу вас разочаровать так как современные породы собак очень часто имеют проблемы со здоровьем например те же аллергии а так как сейчас корма которые есть в нашем рынке они как правило очень выросли в цене стоит продумать этот нюанс заранее если вы хотите какую-то конкретную породу вам нужно тщательно изучить эту породу на предмет здоровья выспросить у заводчика возможные риски возможно щенок будет склонен к болезням суставов к болезням почек в принципе к выпадению шерсти или к аллергиям и нужно закладывать на это бюджет если все эти аргументы вас не напугали то возможно вам стоит подумать над вашим истинным мотивом завести собаку что под этим может скрываться возможно это была ваша давняя мечта завести щенка и сейчас вы ушли в декрет и у вас есть и как и вы думаете что у вас есть на это время и ресурсы подумайте возможно это совсем не так ибо вам вы еще беременны и вам хочется сейчас понянчиться и для этого заводите щенка но подумайте что будет с вами после родов будет ли у вас эмоциональное и физическое и моральное состояние на эту собаку или вы отдадите ее заводчику после всего либо собака привлекает вас не как собака а как какой-то красивый атрибут как красивая игрушка который вы хотите обладать но на самом деле это совсем не так это существо которое будет отнимать много ваших сил ресурсов с которым нужно будет ежедневно справляться обучать его также если у вас уже есть взрослый или подросший ребенок и вы думаете что он будет заниматься собакой я бы тут вас тоже предостерегла как правило дети очень хотят и очень просят щенка но когда дело доходит до каких-то непосредственных обязанностей они сливаются они начинают ныть они начинают ускользать от них поэтому основная функция заботы о щенке будет на вас и нужно это понимать до того как вы завели собаку если все то что я сейчас сказала не явилась решающим аргументом в пользу того чтобы отказаться от возможности иметь щенка то в таком случае я вам посоветую продумать свои шаги к отступлению то есть договориться с заводчиком о возможности вернуть щенка если вдруг вы поймете что вы не справляетесь это нормально вам не нужно себя за это винить наоборот это довольно грамотный продуманный поступок либо договориться с родственниками которые на время смогут приючить щенка если вы поймете что вы не в ресурсе ну что сегодня получилось вот такое вот короткое видео подписывайтесь на мой телеграм-канал всем удачи и пока